Товарищи учителя, преподаватели, педагоги, давайте же все вместе вспомним нашу общую цель, нашу самую важную миссию. Что это? Все вместе? Научить учиться! Научить учиться! Примерно так проходили наши занятия в универе. Ну, примерно. На самом деле, сейчас все чаще и чаще стараются говорить о том, что самый ценный навык, который мы можем привить своим ученикам, это умение работать самостоятельно. Как говорится, хочешь помочь человеку, научи его ловить рыбу. Или в нашем случае, научи его получать знания самостоятельно. И на повестке этого видео, как научить своих учеников учиться. Самой бы научиться в первую очередь. Во-первых, надо показать учащимся, как пользоваться полезными ресурсами. Словарями, например. Так, а это что за слово такое? Патрониз. Так, кем же дикшенаре? А, патрониз. Окей. Так, to speak or behave toward someone as if you were better than them. Относиться свысока. Ага, понятно. Помимо словарей, есть еще полезные приложения и сайты. Например, подскажите им, где можно смотреть фильмы в оригинале с субтитрами. Или где купить книги в адаптации и так далее. Самая важная задача здесь, это привить любовь к языку и его культуре. И сделать это можно в том числе и через захватывающие книги, и через популярные кино и сериалы. Чистилась. Второе. Делиться не только источниками, но и техниками запоминания. Например, рассказать, как вести словарики. И что с новыми словами делать, чтобы их запомнить. Навсегда. Так, чтобы они эти техники могли сами использовать в реальной жизни. Банально. Узнал новое слово, составь с ним предложение. Слушаешь песню? Открой слова. Моя коллега советует прописывать несколько раз одно и то же слово от руки. Так лучше запоминается. Кстати, очень рабочий метод. Только нереалистичный. В наше время никто не хочет писать. К сожалению, не всегда учеников можно заставить писать. Иногда они очень привязаны к своим компьютерам и телефонам. Особенно, если мы говорим про онлайн занятия. Кстати, недавно у нас на канале было очень необычное видео с Толей про техники запоминания. Посмотрите, если еще сами не видели. И с учениками поделитесь. Третий пункт. Позволять списывать. Да, я знаю, что тесты носят диагностическую функцию. И что нам необходимо понять, насколько материал усвоен. Но, если ученики забыли, как пишется или переводится слово, то пусть лучше они напишут его еще один разок правильно. Чем они будут выдумывать и стараться получить какую-то там оценку в ущерб своим знаниям. В конце концов, если они знают, откуда списать, это значит, что они умеют своим материалом правильно пользоваться. Научилась ли я учиться? Ну, наверное, самый значимый момент на моем пути изучения языка самостоятельно был тот, когда я начала смотреть фильмы в оригинале с субтитрами. Почему-то мне это казалось нереальным, и учителя тоже на это ставку особую не делали. Ну, учили мы английский, мы смотрели видео к учебнику, там, читали что-то. Один раз даже в Англию съездили. Но до сериалов и кино дело как-то не доходило. Потом я стала вести активно словарик, составляла с этими словами предложения, использовала это на уроках, ну и пошло-поехало. Благо, у нас на уроках было много разговорной практики. Потому что я занимала Skyeng. Нет, я не занимала. Его тогда не было, но было бы смешно. Кстати, в Skyeng для преподавателей есть крутой курс на тему того, как максимально эффективно планировать и проводить занятия по говорению. Курс также освещает проблему языкового барьера и методы, как помочь студентам его преодолеть. Если студент застенчив, или у него каша во рту, или с памятью не очень, на все есть свои наработки и лайфхаки. Ссылочку прикрепляю в описании. Ну, своим мнением я поделилась, а теперь предлагаю перенести эту дискуссию в комментарии. Вопрос к вам, дорогие учителя. Какие, по вашему мнению, самые действенные способы научить студентов учиться? Буду ждать ваших ответов. На этом мне все. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал Sky Teach, жмите на колокольчик и stay tuned. Bye! О, боже, что я тут написала? Зачесался лоб. Это было вообще так классно и очень странно. Началось. Ой, подушка card. Субтитры сделал DimaTorzok